Наступая в Раде, американский вице-президент также пообещал Украине почти 200 миллионов долларов на продолжение реформ и еще 300 на безопасность. При этом давать гарантии России, что Киев выплатит долг перед нашей страной в 3 миллиарда долларов, Вашингтон, напомню, отказался. Видимо, за океаном не верят в платежеспособность Украины. Так это расценил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомню, речь идет о предложении Владимира Путина по реструктуризации украинского долга, сделанной на саммите 20-ки в Турции. И сегодня пресс-секретарь российского лидера еще раз подтвердил, если Киев не выполнит свои обязательства, наступит дефолт. Россия предложила вариант реструктуризации. Путин выступил в Анталии с этой инициативой. К сожалению, наши визави не согласились. Каких-либо других предложений у Российской Федерации нет. Соответственно, по всем нормам финансовых международных отношений, поскольку это суверенный долг, наступает дефолт.